Читайте прежде всего лучшие книги, а то вы и совсем не успеете прочесть их. Сегодня в цикле книги о Толстом мы поговорим о монографии Юрия Николаевича Давыдова «Этика любви и метафизика своевольная». Перед вами первое издание этого сочинения «Москва, 1982 год». Книга эта вызвала большой интерес читателей, и спустя 7 лет Давыдов переиздал это произведение. Вот перед вами второе переработанное и дополненное издание данной монографии. Здесь уже другое авторское предисловие. Наконец, уже после смерти философа в 2008 году вышел сборник его трудов. Вот так он выглядит, и в этом сборнике также вышла в свет книга «Этика любви и метафизика своеволия. Проблемы нравственной философии». Юрий Николаевич Давыдов, советский философ, социолог, родился в 1929 году, доктор философских наук, автор нескольких монографий и очень многих статей. Они посвящены в основном истории западной философии, истории культуры, этики, эстетики, социальной философии. Долгие годы Давыдов проработал в Институте социологии РАН. Монография «Этика любви и метафизика своеволия» – одна из самых известных книг Юрия Николаевича Давыдова. Скончался философ в 2007 году. В книге Давыдова Лев Толстой лишь один из героев, и отнюдь не главный герой, наряду с Толстым. Речь там идет о Федоре Михайловиче Достоевском, о представителях философии жизни Шопенгауэри и Ницше, о французских экзистенциалистах Сартри и Камю. Также Давыдов касается мировоззрения некоторых других мыслителей XIX-XX века. В основе книги, в основе авторской концепции противопоставление двух мировоззренческих парадигм. С одной стороны, этика любви. Это мировоззрение, которое основано на представлении об органичности нравственного начала, о том, что оно, это нравственное начало, представление о добре, изначально находится в душе каждого человека, и только опираясь на это нравственное начало, можно построить жизнь людей. А другое представление Давыдов условно называет метафизикой «своеволие», и оно как раз характерно для многих течений западной философии, и суть его сводится к тому, что человек сам вправе выбирать свой путь, что человек сам может и должен формировать представление о добре и зле, поступать так или иначе, что в конце концов все сводится к человеческой личности, что человек свободен в своем выборе. Давыдов с большой симпатией относится именно к первой парадигме, которая получила отражение прежде всего в творчестве Ива Толстого и Федора Достоевского. Их наследие Давыдов оценивает чрезвычайно высоко, и надо сказать, что вот здесь он различается со многими советскими философами, но, как известно, в Советском Союзе наследие Достоевского вообще было долгие годы под негласным запретом, он резко осуждался как писатель, который неправильно, сатирически, критически отзывался о революционном, о народническом движении, о писателе, который был даже врагом революционного движения как такового. Ну и что касается проповеди Толстого, ну, известны ленинские статьи, основываясь на них советские философы в пух и прах разносили толстовство. У Давыдова совершенно иной подход. Причем подход этот связан с критикой западной философии. А, как известно, эта тема пользовалась тоже большой популярностью среди советских исследователей. Критика новейших течений западной буржуазной науки, философии, тех типов мировоззрения, которые были основаны, как считалось, на неверных посылках. Ну, что касается критических замечаний в адрес Фридриха Ницше, то они звучали из уст многих советских исследователей-философов. Ницше объявлялся и моралистом, и даже аморалистом, представителем тех течений, которые тесно связаны с реакционными общественными движениями XX века. А Давыдов в некоторых местах прямо пишет о связи Ницше и Ницшанства с идеологией национал-социализма, с идеологией фашизма. Что касается Сартра и Камю, то тут более сложная картина. Дело в том, что Сартра вообще придерживался таких леварских представлений, и тем не менее он весьма часто критиковал Советский Союз и Советскую власть. Поэтому Сартра тоже недолюбливали советские ученые. То же самое и Альбер Камю, из его уст также звучала критика в адрес СССР. Многие главы страницы книги Давыдова построены на антитезе. Одно противопоставляется другому. Так, например, Лев Толстой рассматривается через противопоставление с Артуром Шопенгауэром, хотя, как мы знаем, это противопоставление не совсем корректно. Толстой очень высоко ценил Шопенгауэра, но в основу Давыдов положил преодоление пессимизма немецкого философа, о котором Толстой писал, в частности, в исповеди. Вообще, если говорить о творчестве Толстого, в книге речь идет об исповеди, трактате «В чем моя вера», конспект, которого сделал Фридрих Ницше, в таком произведении, как «Записки сумасшедшего», ну и некоторых других художественных произведений, в основном позднего Толстого. Давыдов противопоставляет Толстого и Шопенгауэра, а Достоевского – Ницше. Что любопытно, очень часто в истории философии Ницше противопоставляется именно Толстому. С одной стороны, панморализм, с одной стороны, мыслитель, который пытается положить мораль в основу вообще всех общественных изменений, а с другой стороны, наоборот, представление, вот такое вот негативное представление о традиционной морали как таковой, попытка пересмотреть традиционный взгляд на христианство, на добро и зло и так далее, и так далее. Но Давыдов сравнивает Ницше именно с Достоевским. Он уделяет внимание конспекту романа «Бесы». Он пишет о том, как Ницше оценивает поступки героев Достоевского, в частности, останавливается на образе Ставрогина. А что касается других персонажей, то Давыдов пишет о том, как к роману Достоевского и, в частности, к образу Кириллова обращался Альбер Камю. Тут он касается мифа о Сизифе, известного произведения Камю, которое было создано в годы Второй мировой войны, где Камю рассуждает об абсурдном человеке, об абсурдности жизни, об осознании вот этого вот абсурда, а, как известно, многие мысли Кириллова вращаются вокруг проблемой самоубийства. Ну и, кроме того, Давыдов рассматривает такой аспект в творчестве Достоевского, который связан с комплексом Наполеона, рассматривает образ Раскольникова и рассматривает идею убийства другого, которая получила отражение в творчестве многих мыслителей, в том числе, Жанна Поля Царта. С точки зрения Давыдова, метафизика своеволия неизбежно ведет к злому началу, к господству этого зла в общественной жизни. В конце концов, она приводит к небытию, приводит либо к идеям убийства другого, либо к идее самоубийства, как у Ставрогина и у Кириллова. И противостоять вот этим разрушительным тенденциям может только этика любви. Юрий Николаевич Давыдов в своем глубочайшем исследовании рассматривает мир вот именно в таких черно-белых тонах, допуская иногда абсуритические оценки. Ну вот, в частности, Давыдов рассматривает пьесу Жанна Поля Царта, который, как известно, тоже был Нобелевским лауреатом, но в отличие от Камью, Сартр просто отказался принять Нобелевскую премию. Так вот, пьесу Сартр Мухи, которая была написана и поставлена в оккупированном немцами Париже в 1943 году, и там тоже Давыдов прослеживает идею уничтожения жизни другого человека, возможности убийства тирана, который захватил власть. И Давыдов рассматривает эту идею через призму нетшанства, хотя участники французского сопротивления, посмотрев пьесу Сартр, прочитав ее, они совершенно по-другому воспринимали это произведение. Оно звучало в условиях немецко-фашистской оккупации Франции, как призыв к освобождению, как призыв к борьбе против фашистов. И вот тут мы невольно задаем себе вопрос, а можно ли вот так вот в абсолютном ключе трактовать все явления мировой культуры, можно ли всегда абстрагироваться от конкретно религиозной, конкретно политической составляющей, возможно ли вообще вот абсолютные представления о добре и зле, исходя из которых мы осуждаем поступки людей. Вот скажем, если мы осуждаем насилие, то неизбежно возникает вопрос, исходя из какой теории мы осуждаем это насилие. Мы являемся сторонниками толстовской теории непротивления злонасилиям или какой-то иной. И возможно ли вот такие абсолютные критерии, абсолютные оценки, это очень важный вопрос. И еще один момент связан с изложением Давыдовым положительных основ вот так называемой этики любви. Вообще он очень мало о них пишет. В основном этика любви в этой книге рассматриваются через призму метафизики своеволия как отражение вот этой негативной тенденции. Ну то есть Давыдов пишет, как изучая вот эту положительную тенденцию, то, что имеет отношение к этике любви, вот творчество Толстого, Достоевского, отталкиваясь от него, тот же Ницше конструирует свою теорию, которая является прямо противоположной. А что касается положительных основ мировоззрения Толстого и Достоевского, то Давыдов уделяет им весьма мало внимания. Ну исключением является, правда, второе издание. Вот в этом втором издании Юрий Николаевич в заключении подробно останавливается на философии истории Шатова. Взгляды Шатова, который писал об особой роли в истории русского народа, о том, что русский народ призван привнести в историю представление о добре, о самоотверженности, о справедливости. Вот эти взгляды, они были очень близки мировоззрению Достоевского, как известно. В первом издании в 82-м году Давыдов не мог так подробно об этом писать, но в 89-м уже ситуация изменилась. И тем не менее, вот изложение этой этики любви в таком подробном виде не присутствует, как не присутствует и сравнение мировоззрения Толстого и Достоевского. Если бы Давыдов начал сравнивать взгляды великих русских писателей на Христа и христианство, на историю мировых религий, на общественные отношения, на национальный вопрос и так далее, то он бы получил два непохожих друг на друга мировоззрения, которые безусловно подпитываются одной нравственной основой, но которые как бы двуликий янус, как бы смотрят в разные стороны. И тогда возникает вопрос, а возможно ли вот такие вот универсальные представления, которые связаны с так называемой этикой любви. Но это уже заметки на полях книги Юрия Давыдова. А вообще это сочинение не оставит равнодушным никого, кто интересуется философией, психологией, историей русской и зарубежной литературы. Это глубочайшее исследование, там очень много интереснейших тонких замечаний, хотя, конечно же, там есть и дискуссионные замечания, с чем-то можно и нужно, наверное, полемизировать. Но в любом случае эта книга заслуживает изучения. Раньше, как я знаю, она присутствовала вот в курсе по истории философии, ее изучали студенты, не знаю, как сейчас. Но прочитать ее стоит всем, кто интересуется русской и зарубежной философией и литературой. Спасибо за внимание. Читайте книги о Толстом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова